Всем привет, ребятки! С вами Дриллер, Русская Рыбалка 4 и моя прокачка аккаунта Доночника. И это уже девятая серия. И следующая серия, как обычно, через три дня, либо же, если вы наберете 600 лайков под данным роликом. А так как это девятая серия, но мы, собственно, продолжаем, в которой мы будем прокачивать с вами прикорм, а также прокачивать оснастку, ну и, надеюсь, все же я соберу свой третий фидер, ну, уже, скажем так, полноценно под лещевые потребности. Вот, но так как прошлая серия закончилась на реке Вьюнок, загрузился я на Вьюнке, я предлагаю с него и начать. Вечером я планирую перейти на Старый Строг и, естественно, попробовать половить леща. Ну, а пока мы на Вьюнке, я предлагаю выполнить пару заказиков на карася. Надеюсь, карась здесь по-прежнему будет клевать, как и раньше. Поэтому приступаем к рыбалке. Но единственный момент, если кто не помнит, то в прошлой... В прошлой серии мы купили вот такую астерию, да? То есть еще один фидер, насколько я понимаю. Значит, все это дело мы разбираем и будем уже пользоваться новым фидером. Сейчас, ребят, забросимся и немножко повспоминаем. Да, действительно, что у нас тут есть и чего нету. И вообще, как мы тут с вами живем. Так, давай посмотрим по катушке. Самым маленьким износом, наверное, будет вот это. А по поводу лески, вот. Сигнализаторов у нас нет. Кормушки. Да, в принципе, давай 40-граммовочки. Прикормочная смесь на плотву. На карася, к сожалению, у меня нету. Поэтому я буду... Я буду рыбачить без, собственно, прикормки, понаживки. Что мы с вами тут поставим? Давай попробуем кашу перловую. Клипса здесь 8 метров. Забрасываем. Так, да, кстати, мы же приготовили с вами сосиски на палочке в прошлой серии. Если я правильно помню, это было в конце. Не забываем про лопату. Так, хорошо. Мы здесь задержимся буквально минут на 15. Не знаю, получится ли выполнить несколько заказов в кафе. Я вам, конечно, этого дела не показал, но сам уже чекнул. И в заказах есть там что-то несколько карасей, несколько плотвичек, ленечки и так далее, так далее. Хотелось бы выполнить данные заказики. Ну, ввиду того, что мы все равно находимся на этом водоеме. Поэтому почему нет? Здесь крючки тоже поставлю. Да давай поставлю 22 крючки. Мне, в принципе, нужна не особо крупная рыба. Там карасики нужны буквально по 100, по 50, может, грамм. Не помню, честно говоря, этот момент. Но мелкие карасики нужны, впрочем, как обычно. Поэтому проблем с этим не должно быть. И я надеюсь, я быстренько эти заказы выполню. И буквально здесь до 7, наверное, вечера постою. И буду отправляться уже ловить леща. Ну, а после леща, естественно, отправимся на комарины. Потому что, ну, я хочу, наверное, заняться непонятными делами для многих. А именно попробовать поискать какую-нибудь рыбку на этом водоеме. Поизучать данный водоем. Да и в целом, наверное, половить на нестандартных координатах. Плюс ко всему, естественно, естественно, повыполнять заказы. Потому что мне такая рыбалка действительно больше нравится. Возможно, она не такая целесообразная, как многие себе представляют фарм серебра. Потому что, ну, куда проще, наверное, было бы сесть на старом остроге. И просто сутки напролет ловить, короче, леща. И вообще, как бы, не знать никакого горя. Потому что, ну, лещ клюет. На леще есть неплохой фарм. И в целом-то все хорошо. Но я все же, я все же хочу поисследовать немножко водоем. Плюс, не буду утверждать, не буду утверждать, скажу сразу. Но, может быть, попробуем с вами впервые половить угря. Но, опять же, ключевое слово, возможно. Потому что угрь, ну, угрь любит мясо. Угрь, конечно же, и может клюнуть на навозника, там, на выплоска. Возможно, даже на обычного червя. Но, в приоритете, естественно, у угря это будет мясо. Может быть, раковая шейка какая-нибудь. А, возможно, даже живец. Но, ввиду того, что мясо я еще готовить не могу до таких высот. Я еще не докачался на 15-м своем уровне. Единственное, на что я могу его половить, это на выплоска. Но на выплоска может клюнуть и амур, и карп. И из этого ничего хорошего, собственно, не получится. Я думаю, вы и сами прекрасно это понимаете. Поэтому, не знаю, буду ли я пробовать ловить угря, не буду. Может быть, опять же. Плюс, стоит понимать, что на угре как такового фарма, наверное, нет. Если он будет достаточно бодро клевать, то, может быть, за ночь ты поймаешь, ну, окей, ну, 5. 5 угрей. Возможно, маленьких даже, скорее всего, до килограмма. Может быть, даже килограммовых или двухкилограммовых. Но, по большому счету, на нем ты не пофармишь. На лещебо я заработал действительно больше монет, чем при ловле, как бы, до угря. Но, как разновидность, которую ты еще и я, в том числе, не ловил, можно в целом попробовать. Поэтому, может быть, подчеркну это слово. Угрь сейчас вроде поклевывает. Я там кое-какую точку проверил. Угрь там есть, но достаточно мало. И, опять же, я проверял все это дело на мясом, на своем основном аккаунте. Вот, ну, и что, давай вспомним, что у нас тут. У нас, получается, следующие моменты. Дуночная ловля докачана до 42%. Добыча наживок докачана также до 42%. А прикормка 15,9% только. Но, но, если ты помнишь, дорогой мой друг, то мы в прошлой серии закупились так неплохо комбикормом, которым, собственно, я сейчас буду прокачивать прикорм. Нам нужно побыстрее бы докачаться до лещевого прикорма. И, кстати, в прикорм я уже вкинул одну очку навыка. То есть, добыча наживок у меня прокачана полностью. Дуночная ловля – это только фидерное удилище. И, собственно, использование оснастки под терностер, который я, собственно, активно и рыбачу. Кстати, линючек небольшой. 300 грамм в кафешке, по-моему, от 800 нужен. Вот. Дальше, что у нас по сборкам? У нас три... Какие три? Ну, у нас три астерии, да, уже есть. Две вот такие сборочки с нормальными катушками, с нормальной леской. Но одна сборка пока еще немножко хромает, ввиду того, что здесь еще самая начальная катушка Spark за 9 монет. И, кстати, ее имеет смысл даже, может быть, заменить. Но я надеюсь, что я скоро куплюсь и другую, потому что мы имеем уже 174 монеты. И, по большому счету, мне не хватает всего 200 монет, чтобы купить новую катушечку. Так что движемся сегодня к этим цифрам. Плюс пробуем ловить рыбку. Ну, пробуем исследовать. Естественно, водоем. Но это будет комариная у меня в данном случае. Плюс будем прокачивать прикормку. Прикорм хочу докачаться до лещевого прикорма. Чтобы делать лещевой прикорм, они свое масло и молотая перловка. Давай посмотрим. Приготовление прикормки. Они свое масло. То есть 30%, 15% мне еще нужно прокачать. Но я все же буду прокачиваться сейчас уже комбикормом. Стоит недорого. Поэтому, надеюсь, до лещевой прикормки я сегодня докачаюсь, чтобы мы уже ловили леща полноценно с прикормом. Ну, и, естественно, с нормальными катушками. Кстати, опять ленечек на хлебушек. Ну, это уже 600 грамм. 600 грамм это уже даже зачетно. И, кстати, карасики клюют что-то не особо-то активно. Может быть, я подобрал неправильную наживку и клевать они не хотят. Ладно, рыбачу, как я уже сказал, до 7 вечера и отправляюсь на строк. Так, давай-ка смотреть. Мог я тут за сколько? За 10 минут выполнить хоть какой-нибудь заказик. Карась золотая, в принципе, одна штука. Это рубль 80. Ну, тоже дело. Перловица нет. 4. Ровно, смотри, 4 на 5 монет выполняем заказ. Платычек, к сожалению, 2. Но я их оставлю, пусть будут. Хотя, какая равенца? Ленин, как я говорил, от 800 грамм. Поэтому понятно. Несмотря на то, что я как бы сытый, я все же поем бесплатно. Потому что это халява. Халяву все любят. И двигаем на строк. И если я правильно помню, у меня гороховая каша на исходе. Поэтому забегаем быстренько. Берем лущеный горох. Я возьму. Да, 3 штучки возьму. И 3 манных крупы получается. Сразу же давай-ка чекнем заказы, что у нас тут есть. Лень, карась, карась, карась. Жалко нету. Жалко нету лещей. Ну да ладно. Ну да ладно. Ну, кстати, по поводу сосисок. Я вот в прошлый раз вам говорил. Посмотрим, как они себя будут вести. Что-то мне кажется, что он ест их как умалишенный. И все равно голодный. Я не знаю, штуку уже 5, наверное, съела. Он голодный и голодный. Ну окей, я только что просто поел. Поэтому чувство голода, скажем так, не чувствую. Так, ладно. Давайте быстренько переключаться на лещевую ловлю. Первый номер крючка. Наживка, да. 6 штук. Смотри, каша гороховая. Клипс, по-моему, 10 метров. Да, здесь. И забрасываем вон туда. Куда-то. Куда-то вон туда. Так, а что у нас, кстати, по народу? 200 человек. Ну, я так полагаю, лещ должен быть здесь. Раз 200 человек. В данный момент на точке находится. Лещ, кстати, проскакивает. Да. Причем обильно проскакивает. Ну, плюс тут немножко не поймешь. Кто-то чай, кто-то батон, кто-то еще что-то ест. Вот, поэтому. Тут бы с шестого номера все же крючок будет. Хотя, что с шестого? Давай первый номер поставим. Обидно, конечно, будет, если я его потеряю. Ввиду того, что... Ну, фликробон 5. Ввиду того, что катушечка-то слабенькая. Прям весьма слабенькая. Давай делать забросы. И, собственно, нужно крафтить кашу гороховую. Я брал 3 порции. Тут, опять же, между делом, пока ловил на реке вьюнок, уже начал потихонечку делать прикорм. Докачался до 20%. Это прям на изичах, скажем так. Потому что, ну, каждый замес, смотри, по 0,2%. Оп, 0,2%. Это прям хорошо. Ну, это я немножко чередую. То есть, комбикорм и молотые сухари. Насколько я помню, я брал 30 комбикорма. И, по-моему, 10, то ли 20 молотых сухарей. Вот точно не помню, врать не буду. Вот в прошлой серии мы на строге брали. 7 монет, кажется, стоил. 7 монет стоил. Кто? Молотые сухари стоили. Вот. А комбикорм как раз-таки 5 монет стоит. Это сейчас за 10 штук, я говорю. И комбикорм действительно выгоднее брать. Ну, потому что дешевле на 2 монеты. Это с 10 штук, по-моему. Или с 20. Я вот в этот момент не помню, врать не буду. Но однозначно комбикорм подешевле. Поэтому вот таким нехитрым способом я... Прошу прощения. Я думаю, сейчас по-быстрому докачаемся до лещевой прикормки. И уже можно будет пробовать делать прикорм на леща. И, соответственно, ловить леща с прикормом. А не, собственно, без. Но, скорее всего, даже если по 0,2% будет каждый раз выпадать, и я до 30% не докачаюсь, мне не хватит ингредиентов. Хотя, может быть, и хватит 23% уже. Посмотрим. 2% не хватило, чтобы докачаться до лещевого прикорма. Поэтому двигаю обратно. Ну, не обратно, а в рыболовный магазин. И буду покупать прикорм. По моим таким подсчетам, навскидку мне нужно как раз таки 10 порций, чтобы докачаться до прикорма на леща. Насколько я помню, для леща нужно одни свои масла. Я возьму 2 штучки. Что еще не помню, но сразу возьму, так как планирую докачаться сейчас до леща. Молотая перловка, парыш, вареное пшено. Давайте смотрим. Молотая перловка. Тоже 2 штучки. Вареное пшено тоже. Три возьму, потому что это еще пригодится для прикорма на карася. И опарыш, что ли? Сейчас опарыша не будет. Нет, опарыш есть. Тоже 3 штучки возьму. Получается, смотри, я могу делать на карася прикорм. Да, на карася могу прикорм делать. На леща... Они свои масла закрыты. А я понял. Сейчас мы быстренько его откроем, я надеюсь. И я уже буду ловить сейчас леща с прикормом. На 15-м левеле, друзья. На 15-м левеле ловлю леща со своим прикормом. Это же не круто. Это очень круто, я вам скажу. Потому что некоторые представители на 20-м уровне сидят и прикорм ни на леща, ни на кого делать не могут. Могут зато в чате просить. Сейчас я вот эту рыбку поймаю. Я думаю, я быстро докачаюсь до нужного процента. Ну что могу сказать, друзья. До 30% докачаться, ну... Ну проще паренной репы. Во-первых, это быстро. А во-вторых, это действительно недорого. Потому что, грубо говоря, каждый замес по 0,2%. Это действительно очень быстро. Не вижу прям никаких преград, чтобы брать и докачиваться даже на 15-м уровне. Действительно, это очень быстро. Просто, как говорится, понимаете, было бы желание, понимаешь? Возможности всегда найдутся. Но здесь теперь, конечно, трындец. Здесь теперь трындец. При корме нужно его по-выбрасывать. Лишний я имею в виду. Можно же, конечно, его использовать, но я лучше буду использовать целенаправленно тот прикорм, который мне нужен и который я хочу. Нежели буду вот молотый сухарей везде ставить. Поэтому это все дело я выброшу. Я поздно вспомнил, что можно делать прикорм и сразу его выбрасывать. То есть сразу в бэкспейс нажимаешь, и он у тебя, собственно, выбрасывается. Я поздно про этот момент вспомнил, поэтому вот сколько прикорма мне пришлось сделать. Готовая прикормка. Как комбикорм, так и обычные молотые сухари. 81 порция. Остается на леща, на платву и меню. Небольшой запасик по прикорму. Отлично. Так, получается, я везде прикорм на леща зарядил. Кстати, вроде и качество неплохое. Смотри, получилось. Ну как, относительно неплохое. 6 из 10. Ну, прикорм у меня прокачан только на один навык. Ну, не на один навык, на одно очко навыка. Это как бы не особо-то много. И пока вот я тут прокачивался, скажу по поводу клевого леща. Что-то он мне сегодня не нравится. Ну, такое себе. Как-то смотри, по лещу получается... Ой. Ну, как-то, не знаю. Мое мнение, в прошлые разы клевал гораздо бодрее, гораздо крупнее. И гораздо чаще. Сегодня как-то клюет больше мелочи. Вот такой вот. По 300 грамм. И гораздо редко клюет. Гораздо. Очень редко клюет. Не знаю. Я вообще-то на леща возлагал большие надежды, что сейчас ночку тут отловлю и прям сразу соточка. Ну, по всей видимости, нифига. Придется искать другие вложения. Так, ну, в целом-то, вроде как и неплохо лещика я половил здесь. Сейчас пойдем, конечно же, посмотрим все это дело, сколько будет стоить на рыбном рынке. Ну, в целом, вроде смотри. Чуть по чуть и неплохие лещики в дальнейшем начали клевать. Но, тем не менее, я все равно хочу переехать на Старый Острог. Хотел сказать, нет. Я хочу переехать на Комариное озеро и попробовать там повыполнять заказы. Самое главное понять, что там будет сейчас. Интересны ли вообще заказы будут. Ну, для начала чекнем. Чекнем на Старом Остроге кафешку. Нет, к сожалению. Нет ничего, чтобы я мог сдать. Ну, давай посмотрим, сколько будет стоить на рыбном рынке. У меня в целом лещи, поэтому я их все буду продавать. Если вдруг даже заказ появится, я думаю, леща поймать не составит труда. Ну, смотри, за полчаса 130 монет. Ну, в целом, все в порядке нормы. Да, и вся рыба 139. 282 монеты. Ну, по большому счету, еще одну ночку. И можно будет покупать еще одну катушку. Блин, зачем я опять на вьюнок приехал? А вот теперь ты комарины. Давай, глядеть, что у нас тут. Лещь, кстати. Три штуки. 270. Да ты где таких взять-то? Окей. Сутки карасей. 24 монеты. Ну, кстати, да. Вполне себе. Давай, карася, пробовать ловить. Окунь, лень. Ну, леня можно в одном месте попробовать плей. 13 монет, наверное, не представляет какой-то интересности. Поэтому мы половим с вами... Мы половим с вами, наверное, вот здесь. Кстати, по поводу кафешки. Хотел сказать, что у нас в Дискорде, у нас в Дискорде, Дискорд можно найти по ссылке в описании. Ребята делятся заказами в кафешке. Если кому интересно, заходите, также делитесь, ну и можете подсматривать, где какие заказы в данный момент, по какой рыбе присутствуют. Ссылку на Дискорд, естественно, найдете в описании. Так что, жду вас у себя в Дискорде. И не только смотрите, но и помогайте другим игрокам. Выкладывайте скриншотики. Тем самым, я думаю, мы сможем помочь друг другу, выкладывая заказы в кафешке. Да, перловку поставлю, не знаю. На что у нас сейчас карась захочет здесь клевать. Вот, кстати, пока здесь нужно сразу пойти чекнуть леску, если есть, купить, потому что лески у меня нету. Кстати, ее можно будет сразу поставить уже на катушку, чтобы, 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 чтобы что? Чтобы была нормальная леска, потому что в данный момент там уже убитая. Давай навозник попробуем. Я уже немножко подкопал. А, подкопал, я же покупал его. В прошлой серии я 60 штук покупал навозника. Так, обычный червяк и это карась. Замечательно. Мне 350 грамм нужны. Но нужно еще сходить леску сразу купить. Пока помню этот момент, потому что забываю. Леска стоит 50 монет. Опять растраты. Я эту катушку никогда не куплю, блин. Опять растраты. Так, ну а подожди. Растраты растратами. А на халяву-то мы поесть можем или еще час не прошел? Есть вероятность, что еще час не прошел. А нет. Уже час рыбачу? Ничего себе. Так, ладно. Леска, плетеный шнур и сколько нас тут? 56 монет. Сразу купим ее. Так вот этот парень спрячь. И сразу имеет смысл ее поставить. Потому что у меня фрикцион даже уже я не могу затянуть нормально. То есть сейчас даже вот покажу, насколько у меня фрикцион затянут. Так, на перловку у нас мелкий карась. Клюет. Но опять же крючки у меня тоже мелкие стоят. А мне еще интересна платва. Ну тут поклевку я собью. Получается фрикцион. Смотри, я могу максимум на 24 затянуть. Ввиду того, что леска у меня убита на 10%. Сейчас поставим нормальную леску уже. Правда ее помещается здесь. Ну в принципе 186 метров. Почему бы и нет. 186 нормально. И да, я все же сделаю скриншот кафешки. Не помню, делал не делал. Но сделаю, чтобы понимать, что мне нужно ловить на данном водоеме. И слава богу, нет густерой. А то опять сейчас бы я упоролся в эту густеру, которую до сих пор не знаю, где ловить на комарином озере. Кто-то говорит, улодок ловить нужно. Мне кажется, я там пробовал. Нет ее там нифига. Ну по крайней мере лично для меня. Ну кстати, платвичка неплохая. 730 грамм на перловочку. А, тут сидит на навознике. Вот это ясь что ли? Да, это яся. Здесь клипсу надо поставить поменьше. Ясь, ну такое как бы. Ну хорошо, порыбачу здесь до вечера. А к вечеру пойду опять за лещом, потому что нужно во что бы то ни стало, как можно быстрее купить еще одну нормальную катушку. Так, ну что, ребятки, время уже в принципе вечер. Наверное, пора бы с Настей расчехлять до на леща на остроге. Как вы считаете? Половил немножко на этом прекрасном водоеме. Возможно, выполнил несколько заказов в кафе. Сейчас пойдем посмотрим. Есть что у меня. По кафешке. Ну караси однозначно должны быть. К сожалению, акуней нет нужного количества. Ай, серебряного нет. Ай-яй, нехорошо. Ротанов тоже не хватает. Эх, а я говорю сейчас как выполню? Как выполню? Ну вот, хоть на 8 монет выполню карасей. Акуней тоже 2 штучки. В принципе, плотвичек сколько? А плотвичек ровно 5, смотри. 11 монет. Ну, почти 20-ку имеем. И караси золотые. Вот так вот. Еще 24 монеты. Фух, приколи. Лень есть на 13 монет. Опа, здорово. Нормально выполнили заказиков. И все, давай двигать на... Старая строка. И быстренько побежали, побежали. Но копать не забываем. Пусть не в рифму, зато в прокачку. Пусть не в рифму, действительно, но зато в прокачку. А, блин, что-то я рыбу-то не сдал. Ну ладно, не суть. Мы сейчас ее на этом прекрасном водоеме сдадим. Под названием Старая строка. Так, окей, прикормка на леща у нас имеется, естественно. И все у нас в целом-то имеется. Так что клипсу бы установить. Десять метров, кажется. И давай вперед. За трофейным. Трофейным, конечно, хочется поймать. Но что-то... Что-то пока... Что-то пока. Как-то он не дается. Кстати, надо бы уже, наверное, купить звоночки, колокольчики эти. Ну, точнее, сигнализаторы, поклевки. А то что-то я 15 уровней, все без них да без них. В целом-то... Получается, что? Квивер-типы-то у меня есть. И поклевки в целом-то я вижу. Но есть и обратная сторона медали. Это то, что когда вы смотрите мои ролики и параллельно играете, вас мои сигнализаторы не отвлекают. Ну, в целом, я же не всегда играю. То есть в игре нахожусь. Бывают такие моменты, что я фоново рыбачу. И не очень-то здорово в такие моменты рыбку ловить. В общем, напишите в комментариях, как вы относитесь к тому, если я сюда поставлю какие-нибудь сигнализаторы. Ну, естественно, это какие-нибудь будут самые обычные колокольчики за три монеты. Или все же лучше остаться без них и никого ими не напрягать. В общем, в комментарии напишите, если вам не сложно. Ну что, друзья. Хватит мне, интересно, денег, точнее рыбы, продать на нужное мне количество денег, чтобы купить третью катушку-то. Что-то клев во вторую ночь. Ну, мне кажется, еще стал похуже, чем был в первую. Конечно, сейчас посмотрим, что будет на рыбном рынке. Но я и после первой ночи говорил, что было очень плохо. Но 130 монет за ночь, в принципе, неплохо, как я считаю. Сейчас только кафешку проверим по-быстрому. Может, там что сменилось? Может, тыщик появился? И хотелось бы уже третью катушку взять. А хрен там плавал, как говорится. Карп нужен, трофейный. К сожалению для меня, потому что у меня таких представителей нет, к сожалению. Ну, давай посмотрим. Мне, в принципе, если я правильно понимаю, нужна соточка. То есть всего соточка и будет новая катушка. 35 минут, немножко подольше. Половил 111 монет. Отлично. А вот это все дело на сколько выходит? На 9 монет. Да я понял. Ну, катушку мы в любом случае, если и будем покупать, то будем покупать ее на Комарином где-нибудь в озере. Поэтому давай дергаем на Комариное, проверим кафе. Ну, мало ли вдруг что там. Да, там сейчас. Раз, и я могу что-нибудь сдать. Хотя вряд ли. На строге, по-моему, 9 монет, да, стоило это все дело. Заодно проверим, сколько это будет стоить на Комарином. Возможно, будет чуть подешевле. Главное, чтобы денег купила, хватило на новую катушку и все. Тогда, может быть, можно будет уже полноценно заняться лещевой рыбалкой. Да, в принципе, я сейчас ее занимаюсь уже. Пусть полноценно, не полноценно, но, тем не менее. Ну, два карася по-прежнему. Лещей. Где же взять таких лещей? Ерши, кстати, есть. Пять штук, блин. Сладкий заказ. Кстати, я должен попробовать бы выполнить его. Но, к сожалению, для себя, к сожалению, для себя, мне нужно сделать перерыв в рыбалке, так как уже полночь, и нужно бы действительно мне поспать. А здесь, в принципе, тоже 9 монет, поэтому продаем, продаем и двигаем в рыболовный магазин. За новенькой катушечкой. Так, катушки безракционные. 379 монет. Ну, что, берем. Все, опять без денег? Опять без денег? Но зато, смотри, все, все три сборки у меня теперь одинаковые. И в целом-то я ими пока что, пока что доволен. Вот такие три астерии у меня получили, да, или что это? И три элемента. Ох, ну теперь заживем. Теперь нам не страшен ни трофейный лещ, ни крупный лещ, да даже трофейный карась. Да даже трофейный карась. С учетом того, что карась трофейный килограмм 800, а лещ трофейный 4400. Но все равно, даже вот когда я рыбачил на спарке, трофейный карась, кто помнит, он разматывает. Поэтому, поэтому. Мы сейчас тут скинем с вами по-быстренькому. Вещи не нужны. Возьмем червей, а почему нет? Хотя их у меня и так там миллион, зачем они мне нужны? Но мы, ой, смотри, сколько у меня тут лесок, бамбучек и так далее, там подобное понабирал по халяве, скажем так, да? Так, получается, смотри, что мне Соренто, Соренто, Соренто. Тилистик нужно проверить, может там крючок есть, который мне нужен. И вот это вот все отправляется в принципе. И вот это, наверное, отправляется в дом. Вот. Так, тилистик, что у нас тут там? Поплавок, леска, и это, в принципе, тоже сюда же отправляется, все. Теперь наш рюкзак, ой, как-то. Короче, рюкзак выглядит так. Нет, ничего, есть только две прикормки. Да и окей, собственно. Хорошо. Так, а что мы? Куда поедем? Куда помчимся? Я думаю, острог я еще, наверное, на леща ночку отсижу, но это уже будет завтра. На сегодня я все же буду заканчивать и продолжу свою рыбалку завтра, ввиду того, что, как я уже сказал, уже полночь, и мне пора, наверное, поспать. Как и обычно, лучшая погодка на остроге. Но, я думаю, это нам не помешает порыбачить. Короче, планируем половить сейчас леща. Что у нас по деньгам? Денег нет? Нифигище. Сейчас будем ловить леща. Я хочу, наверное, попробовать на точке отстоять, ну, где-то часок. Может, чуть больше. Может быть, даже полтора часочка на точке отстоять и посмотреть, что из этого получится. У нас теперь, у нас теперь же есть три шикарные фидерные сборки, только у меня, к сожалению, не хватает. Не то, чтобы не хватает, маловато гороховой каши, всего 21 штучка, но сейчас забросим снасти и пойдем сходим, наверное, в рыболовный магазин, посмотрим вообще, что к чему, почему, если, ну, там, скорее всего, есть ингредиенты для приготовления гороховой каши, но такой момент, хватит у меня денег, чтобы приготовить гороховую кашу. На точке уже действительно ловят достаточно долго и имеет, наверное, ну, долго я имею в виду уже несколько дней, может быть, даже недель на данных координатах рыба присутствует, но уже, говорят, немножко похуже стало, чем это было, ну, к примеру, там, неделю назад. Хочу посмотреть, старая строка, на сыр это, скорее всего, ловили типа, смотри, человек поймал, получается, два рекордных леща, это просто жесть. А, где эти лещи? Смотри, 6900, 6 947, 7, ну, просто 4 уга, просто 4 уга. Так, мы, получать, забросили денег, как я уже сказал, нет. Мне, кстати, интересен такой момент, есть ли у меня картошка, картошки, кстати говоря, нет. Тогда что, пойдем сходим в магазин рыболовный и посмотрим, могу ли я купить себе еще немножко, да, по-моему, могу, там, что-то рубль 47, рубль 47 стоит как раз ингредиенты для приготовления гороховой каши, но сейчас посмотрим, на всякий случай. Получается, мне нужно, что, лучиный горох, возьму две порции прям и манная крупа тоже две порции, остается, остается две монеты, все, острог теперь мой друг, острог, давай, выдавай мне денег. Кафешку тоже чекнем сразу, укуни, ленечек, ленек достаточно жирный нужен, жалко нет карасей и ничего тут не, ну, кстати, уклейка закончится через один часов и это, в принципе, все, но через сутки закончится карпчешуйчатый, трофейный, даже больше, чем трофейный, может быть, какой-нибудь трофейный лещ появится, но проблема только в том, что трофейного леща еще нет в садке, до садок вообще в целом-то пусто, поэтому, поэтому, вот, ну и хочу, наверное, час, полтора, может быть, наверное, полтора часа попробовать стоять на координатах на этих, половить леща, посмотрим, сколько выйдет за полтора часа рыбалки на старом острове, ну, что у нас, кстати, по погоде, дождь, дождь и ясно, дождь и дождь, так, давай тогда быстренько сделаем горуховую кашу, две порции, столько могу я сделать, к сожалению, но это 60, да, штук получится у меня, и там 20, по-моему, ну, 80, кстати, есть вероятность, если, опять же, клевать здесь будет нормально, то есть вероятность, что мне не хватит наживки, если будет клевать, хотя бы так, как прошлые дни, кстати, здесь всего 107, ну, 180 игроков, грубо говоря, посмотрим, так же хочу посмотреть по прикорму на леща, молотой перловки нет, интерес, сколько стоит молотая перловка, ну, чтобы потратить все, что деньги, так уж, наверняка, да, чтобы сидеть уже с полным нулем, конечно же, с полным нулем, можно переехать куда-нибудь на вьюнок, или на комарине, опять же, но, я буду добивать, эту серию, получается, девятую, 87 копеек осталось, девятую серию буду добивать, по полной на старом остроге, посмотрим, что выжму я с старого острога, за ночь, конечно, тут круто выходило, здесь выходило, получается, по 130 монет, иногда больше, иногда меньше, но сейчас что-то вообще клево, никакого нет, быть может, опять же, погода сыграла злую шутку, частенько, когда начинаю что-то записывать, погода вообще вот шла, вот, недавно записывал ролик, по, по корюшке, на ладыке, тоже и трещи, 10 метров, такое себе, короче, моя запись притягивает дожди, ну это так, конечно, мысли вслух, ни больше, ни меньше, так, лишь бы, лишь бы не молча, как говорится, ну что, будем ждать тогда, первую поклевку, если, конечно же, что-то интересное, клюнет, естественно, покажу, да даже, если ничего интересного, не клюнет, все равно покажу, у нас теперь, три шикарные сборки, на леща, и теперь проблем у меня вообще не должно быть с рыбалкой, рюкзак мы выгрузили, ничего лишнего, ну крючки это, как говорится, наживное, так, прикорм на леща я сделал, да, кажется, прикормка на леща, но у меня всего 42 штучки, возможно, на рыбалку на все не хватит, посмотрим, ладно, все, ног болтаю, а еще что хотел сказать, ребят, спасибо большое, мне тут ребята заслали, тесто творожное, сырный кубик, и кусочки рыбы, спасибо большое, ребят, я не принимаю, я сам прокачиваю, потому как, если я буду принимать, это, как мне кажется, будет немножко неправильно, это уже будет не прокачка, а аккаунта, а прокачка, скажем, ну твинка какого-то, так что ребят, вам спасибо большое, но лучше не нужно сюда еще отправлять, потому что, я это использовать, не буду, потому что, ну, нужно самому докачаться до этих моментов, до гороховой каши, до прикормки на угля, я это докачался до этих моментов, так что лучше, ну, первая поклевка, я все же буду сам, потому что, ну, как я уже сказал, это не прокачка, это просто какой-то, скажем так, твинка будет, да, ну, хоть и так, по большому счету, наверное, твинка, ну, по большому счету, ну, по крайней мере, на данном твинке, я всего добился, как бы, сам своей прокачкой, своей рыбалкой, как бы, вот, еще нужно мне как-то на венок будет заехать, и попробовать картофель прикупить, мне уж подсказали, ребята, это для еды лучше картофели печь, надо, кстати, только глянуть кулинария, и могу делать какао, кофе, чай, печеная картошка, то есть, с самого начала это открывается, отлично, так что, будем на венке, нужно будет не забыть, картошки купить, и делать, собственно, хорошую еду, которая должна добавлять сытости, прям нормально так, а вот еще такой картофель печеный с рыбой, открывается на 15%, вот это прям вообще шикарно, я на своем основном аккаунте, как я уже рассказывал, в какой-то серии, я практически не питаюсь, ну, в смысле, не питаюсь, если питаюсь, то там сыр, может какая-то уха, либо просто чай, 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 сейчас начал делать картофель печеный с рыбой, прям вообще нормальная тема, незачеты туда улетают, то есть, ты поймал незачетную рыбу от 500 до 1,5 килограмм, и ты ее в итоге потом, не выбрасываешь, не режешь, как бы, ну, мне мясо особо не нужно, как бы, просто идешь в костру и готовишь себе вот такую вот картошку печеную с рыбой, и прям вообще сытость с нуля до соточки поднимается, держит долго, что немаловажно, как бы, поэтому сейчас я занимаюсь включением такими приготовлениями, скажем так, русской рыбалки 4, так что нужно будет, и здесь опять же вот такой лещ, он как бы стоит 3 копейки, лучше пойти сделать еды, правда, нужно, насколько я помню, еще соль докупать, лук, соль, лук, картошка и рыба, ну, это, наверное, будет дороговато, на моем, скажем так, этапе, но зато это сыто, ну, посмотрим, как будет себя вести картофель печеный, потому что, действительно, я его не делал, я его не ел, нужно посмотреть будет, ввиду того, что я много копаю, сытость у него, конечно, уходит быстро, поэтому хотелось бы, чтобы она все же держалась как-то, чтобы я не вливался галлонами чая, вот, ладно, рыбачим, пока клев фигня, на самом деле, пока клев фигнища полная, так, ну, что-то рыбы, на самом-то деле, нет вообще, может быть, стоит немножко попробовать, забрасывать другую сторону, потому что, ну, что-то без поклевок, сижу такой себе, давай, как раньше я забрасывал, вот, куда-то, вот сюда попробуем, забросить одну снасть, может что-то изменится, потому что клево нет, да и судя по чату, вроде время 10 вечера, чат, ну, как-то, крайне бодро, крайне совсем не бодро двигается, 213 человек на точке, ты помню сюда придешь, чат, вообще невозможно ничего прочитать было, потому что он просто вот так вот жух улетал, сейчас смотри, стоит, ну, да, он двигается, 213 игроков, тоже стоит понимать, это достаточно много, как бы, но чат, еле-еле душа в теле, так, ладно, лещик первый зачетный, хорошо, давай, не докрутил, давай на леща, первые крючки, все вроде по феншую, а где же, где же поклевки лещевые-то, где они, нет, нет, это не дело, клево нет, несмотря на то, что в чате как бы есть, но он 200 с чем, 240 игроков, еле-еле ловят рыбу, кстати, в чате можно заметить, что многие жалуются, что с лещом все плохо, надо, короче, валить отсюда, по всей видимости, чуть позже, возможно, я сюда зайду, но, сейчас не вижу смысла здесь находиться, потому что, ну, не клюет, что толку, я сижу, вот 14 минут, у меня 3 зачетных леща, 14, то первую поклевку, я же не сразу дождался, запись, грубо говоря, идет 20 минут, чуть больше, надо идти искать, проверять другие точки, это по всей видимости, еще и амур какой-то клюнул, потому что это не рыбалка, к сожалению, к сожалению, я думал нормально, доловлю здесь, еще час-полтора, сдам все монет, хотя бы на 200, чтобы хоть что-то было, а нет, нифига, а нет, смотри, нифига себе, нифига себе, это же трофейный лещ, приколи, это же трофейный лещ, 4600, круто, здорово, приятно, первенец, первенец, здорово, несмотря на то, что клево, можно сказать, ноль, но леща все же трофейного удалось поймать, и это здорово, ладно, а все же, наверное, следующей ночью я сюда зайду, а пока, наверное, пойду, попробую какие-нибудь старые точки проверить, есть ли лещ, ну, где-нибудь, например, не знаю, у меня же карты нет, карты нет, кстати, было бы круто, если бы карп обыкновенный из кафешки пропал, и вместо него появился бы лещ, это было бы здорово, единственное, немножко не помню я координат, опять же, карты нет, нужно будет приобрести, где-то здесь, мне кажется, можно попробовать, кстати, на точке, что у нас, пять игроков, посмотрим, что они ловят, попробую я половить клипса, а вот клипса, я не помню, метров, наверное, 15, давай, 17, густера, 305 грамм, ага, густера, говорите, 305 грамм, а может быть, тогда имеет смысл сюда поставить 22 крючок, какое-нибудь тесто сладкое, при корму берем, потому что он хоть и лещевой, хоть и густера похожи на леща, как бы, да, все же при корму беру, не знаю, клипсу не помню, действительно, метров, наверное, 15, 17, ну, 16, давай, попробую здесь постоять, наверное, буквально минут 10, 15, может, не больше, если что, ой, еще куда-нибудь сходим, только уже, наверное, в противоположную сторону, может, там где лечь будет, побегал, друзья по водоему, проверил разные точки на леща и, и нифига на самом-то деле, что я смог только поймать, вот пару лещиков незачетных на других координатах, сейчас вернулся опять на 35,58, погода улучшилась, и клев чуть-почуть, смотри, вроде появился, и чатик, смотри, полетел, общения нет, практически общения нет, в отличие от прошлых ночей, ну, есть, конечно, сообщения, но большинство, смотри, ловят леща, и уже 255 человек на точке, по всей видимости, я так предполагаю, что погода, наверное, сыграла эту роль, то есть был дождь, и лещ не особо доклевал, ну, вот сейчас смотри, штиль, дождя нет, и лещик, чуть-почуть поклевывает, не так, конечно, круто, как в предыдущие разы я здесь рыбачил, но, тем не менее, поклевки есть, это, как бы, да, не может не радовать, это рано я взял, к сожалению, поторопился, вот, так что ночь здесь отлавливаем, идем смотреть, что будет у нас по итогу, сутки, наверное, уже прошли, можно попробовать посмотреть, что в кафешке, я все же надеюсь на то, что трофейный карп заменится трофейным лещом, и я смогу сдать свой трофейного леща, можно было бы, конечно, его оставить, и время от времени чекать, тут головы теперь, чекать водоем на наличие трофеечка, но я, наверное, этого делать не буду, ввиду того, что могу в рыбалку не зайти, и лещ просто пропадет, а трофейный лещ, то, наверное, ну, не знаю, манер 60, наверное, где-то около того, чуть попозже посмотрим, когда пойдем рыбу продавать, сколько будет трофейный лещ стоить, но, сразу скажу, это, скорее всего, недорого, надо удочку перезабросить, так как поклевки были, и надеяться на хороший, на хороший, а, кстати, смотри, что я тут ловлю, получается, на навозника, потому что я бегал, как я уже сказал, по точкам, и пробовал даже уже, ой, навозников разного рода ставить, пробовал ставить, и тесто сладкое, и то, и другое, но ничего интересного, так, так и не поймал, вот на какой-то точке, только, несколько лещиков, вот я поймал, но они все маленькие, это около мостика, 28, или 25, 28, или 26, 28, что-то такое, там вот, собственно, вот был пойман лещ, карп, и еще пару лещей, незачетных, ну, это был день, и имело смысл, может быть, там и ночью попробовать половить, но я все же решил прийти, найти координаты, потому что погодка изменилась, и решил попробовать, но немножко, скажу вам, немножко пободрее, с погодой, когда был дождь, так что, вот как-то так, и так, ребятки, что-то я тут тоже досидел, прямо до обеда, тут опять дождь ливанул, тем не менее, я немножко лещиков половил, кстати, на тряпецу даже попадался, пока ночь, пока было, как бы, без дождя, было немножко бодрее, сейчас, конечно же, все опять, ну, сейчас день, опять стоит понимать, что лещи-то больше, ночная рыба, часто об этом говорю, но повторюсь в очередной раз, вот, и тут еще такая тема произошла, я что-то апнул 16 уровень, и прям вообще не понял, как быстро, и даже этот момент не успел записать, поэтому, поэтому, поэтому решил даже запись не включать, скажем так, ну, в общем, 16 уровень апнул, теперь вообще прям большой молодец, мне теперь доступно озеро Куори, но переезд туда стоит 25 минут, монеты, и до ночи-неку там, по большей части, делать нечего, поэтому, я туда, наверное, не поеду, бывают, конечно, моменты, бывают моменты, когда лещ там клюет, но сейчас, наверное, не тот момент, либо же, просто не нашли его, я вот как раз таки на Куори, на своем, получается, основном аккаунте, самого большого леща, которого ловил, лов по лещу, это как раз таки был с Куори, там что-то порядка, ну, почти 7 килограмм, 6-700 на кашу короховую, но, как я сказал, сейчас там никаких раздач лещей нет, поэтому соваться я туда однозначно не буду, в кафешке сдать ничего не могу, к сожалению, смотрим рыбный рынок, что я тут где-то половил, а сколько я тут половил, получается, ну, где-то вот, наверное, 38 минут, выходит, это дело на сколько, на 146 монет, ну, в принципе, ничего так пойдет, опять же, с учетом того, что не было дождя, вот в дождь, лещ не клевал, кстати, трофейный лещ всего 46 монет стоит, крайне мало на самом-то деле, и общая моя рыбалка, ну, блин, 2 часа почти, 222, 22, смотри, сколько, 5 двоек, вот это я сегодня порыбачил, хреновая, конечно, рыбалка, хреновая, ну, что поделать, зато трофейного леща поймал, на старом остроге, это, конечно же, плюс, вот, и что тогда, 9 серия, ребят, будет подходить к концу, напомню, что, следующая серия, через 3 дня, либо же, когда наберем, 600 лайков, под 9 серии, так что, ребятки, как говорится, дерзайте, ну, а на этом, ребята, у меня все, если понравилась серия, не забывайте ставить лайки, и подписываться на канал, а с вами был дриллер, и моя прокачка аккаунта доночника, всем до скорого, и как говорится, Продолжение следует...